Мината Матвея Мината Матвея бы, я бы посмотрел, например, бы сейчас матч. А где он вообще? Так, пишу. Мината еще, чтобы заинвайтил. Я думаю, что должен он сейчас заинвайтить. Будет. Пока тут все начинают. Еще чуть-чуть. Опа, все, иллюминатчик создал. Победитель, кстати, с пингвином, наверное, корейцам будет биться здесь, скорее всего. У Касса Билуи в третьем туре, брат, там Юникс БСК идут еще, может, они Билуи выбьют, хотя я не уверен, что-то в этом. У Верди ДНС будет во втором туре, у братка сортов в третьем. Бывая послабее сетка такая, Control, пробьете. Но в четвертом как раз сортов, браток, там в этой части сетки находится. Правда, там еще Глючист такой игрок неплохой может выбить сортов того же. Так, все здесь. Просто стоп-старт надо было для задержки сделать, чтобы ГУФСК постримить. Вот в чем вопрос был. Вот работает теперь флеер у меня. Все нормально. Кричок, Минато, Матвей, ребят! Скрад это Матвей, Минато это Минато, ех. Ну что же, пул первый безгазовый у нас у Минато, пишет ГЛХФ, Матвей, так. Депуха, ГАЗ, БАРАК, соответственно. Врипер в СЦФу похоже. Кат у Минато поперло личинок под собак особо не оставлять. Но, видимо, два линга будет заказано. Как бы они будут оббегать там где-то, пытаться напрягать как бы рипера того же. Ну а дальше стандартно, видите, тут оверы пошли, как бы и все строится. Все ок. Рабочие сейчас пойдут опять. А больше не надо, да. Четыре собаки, конечно, это больше, чем две. Но две такие же цели тоже выполняют абсолютно. То есть, рипер прилетает, видит, что хата, улетает назад, просто встречать собак, вероятно. Вот, и все. Если рипер далеко улетит, собаки уже сюда не прибегут. Кстати, тайминг хороший будет. Овером увидит Минато, да. Вот он, рипер, полетел и просто спокойно сбоку убегает. И когда рипер развернется, он уже далеко слишком от собак будет. У них возможность КСМ-ку есть вообще. Загрызть вообще. Ай, матвей среагировал. Мне надо чуть не реагировать. Попытка выпилить. Марико идет. Марико выпилил. 5 кгп осталось у Линго. Но он все равно напрягает. Опа, хорош Минато. Смотрите, увидел, что у Линго 6 хп отрегенилось, и не на 1 удар КСМ-кой. Ну, то есть будет, а на 2 удара. И тык-тык-тык. Успел 3 раза кусить. Кусь-кусь и минус КСМ-ка. Молодец Минато, хорошо сработано. Мне нравятся такие микро-моменты всегда. ССФ готовая. Пошла к Грэзице в это время развивается. Минато еще рабочих строит. 30-24. Уже в его пользу. Есть королев скорость. С собакам еще пока не готовы. Будет что-нибудь реакция какая-нибудь происходить? Нет. Реакция нет. Одного дрона приехал, забрал вообще как-то легко. Сейчас у нас, соответственно, Матвей. Так, летка пошла на уровне второй базы. Дробчик от Матвей, ребят. 6 мариков Минка здесь в дроби имеется. Копается Минка, а и кто же подходит? Минка не может жахнуть сейчас. Подалековато закопано. Сейчас Минато разведет эту Минку на залпающую лингом. Так что по себе прилететь. Может быть порк перекопал, и все нормально. Дробчик отогнала. Еще 10 дронов строят. 45, 38. Сейчас эти по рабочим не так уж супер прям все и круто. Так, ну и стим пошел. Короче, бараки. Тут реакторы под бараки делают. Факта реактор делает. Старпорт реактор делает еще. И в это время какое-то движение продолжается. То есть тут марики с Минкой. Можно Долг попробовать отменить или на третью проатаковать. Геликами можно было бы заехать ко второй базе, например. Смотри, заезжает. Неплохо, кстати, собак пожгло здесь, я вам скажу. Одновременно марики приходят с Ревеном, автотурель. Все, конечно, прекрасно. Все на... Ну, и по разным направлениям шатал. Но я что-то не понял, почему так... Ой, Мината на второй базе-то затерпел. Еще бы он контролил бы гелионов своих. Вообще бы было бы замечательно. Но и так уже 12 дронов суммарно уничтожено. Это реально перебор. Это очень много. Так, никнейм Хира. Поехали, Мината. Да, тут, короче... Все, да, не заметил я, что... Здесь его два еще стоит. Все, все... Все, забрал. Все, вот, все отнял. В общем-то, что длинное было, сделал. Ну что, Мината потерял рабочих 12. Ну, у него уже золото, ребят, добывается. Все, у него больше. И добыча больше, как бы. По грейдам, правда, отстает. Тут только 1.1. Сейчас пошли бейлингом по катунчике. И гидроден готов. Газа, че-то, Мината вообще не хватает. Хотя у него 6... Нет, 5 газов добывается. Вот на майне надо сейчас газ еще раскачать. И все окей будет. Ну, тут все странно. А, вот 3, наконец, 3 рабочих здесь появляются, едут издалека. Ну, а у Матвея уже 3-й СССР тоже добывают. Смотрю, на собак тут моряков теряет. В районе Ксилнаги. Мината еще уже 75 дронов. Гидра пошла вовсю уже. Инфестейшн, нахрена ему инфестейшн. Вот 2-2 закажи, ты 2-2, говорю. Или нафиг тебе инфестейшн-то. Конечно, понятно, ультралов хочется быстрее хайв там, но газ-то добывается как-то, блин, пассивно очень. На майне 1 газ вот с 2-ми рабочими. Так, на доводь. Рэйвен прилетел, 2 рабочих убиваются автотурелькой. Ну, гидры все больше и больше, и этот лимит-то одинаковый почти, я тут смотрю. Так, собака одна бежала, сразу же минус. Так, ну, можно пойти, пойду зашатать, совак, да. Что Матвей и делает. Минат что-то поздно среагировал. Очень много лингов отдал. Ну, и там не очень прям вообще много, но надо же реагировать, как-то контролить. Здесь зато 2 дропшипа и 2 медивака и мариков потерял у нас. Минат. Матвей, простите, Мината поймал гидрой. Там собак сам, наоборот, послал. Здесь 4 дефа, золото сейчас скоро будет занимать уже Матвей, соответственно. Через 6 секунд уже грейды будут готовы, 2-2. Нужно заказывать, 3-3 нужно заказывать, там, я не знаю, в арморе какой-то грейд. Мината ультралискерн, плюс гидра, плюс... Да, вот, пошли, смотрите, апгрейды сразу. Короче, всё делается у Мината, и выходит он ультралисков. Ну, вот с этим на третьей базе. Ни бункера, ни хрена нет. Ни стенки полной нет до сих пор. Ну, тут танка-марики 2-2 против 1, 1 разваливают, конечно же. А здесь Матвей пришёл, встал и собирается он накрывать всю эту сарашку, короче. Мината, всё. Вот, пошёл замес. Бейлинги идут, бейлинги, кстати, не доходят. Марики живы, танчики прикрываются, неплохо. Но гидрой пачка какая-то дикая. В итоге мариков не хватило. Гидра с одной бронёй 2-2 мариков вынесла. Вот это да. Ну, тут тиранам просто группа большая дома находится. Видите, как бы какая гигантская. Минь. 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 Так, на четвертый тут планетарка, ребят, пошла у Матвея. Уже такая пассивная пока-то игра пошла. У Матвея четвертая занята, на, пятую уже хату он занял здесь. Врыв на золото идет. Ну так, три рабочих подзакрошил. Здесь мародера на бейлингов вытаскивать, чтобы он бейлингов выманил. В итоге, блин, не забрал его мародеру весь, опечалился, минус мародер. А здесь линга-бейлинги под планетарочку, видимо, да? Да. Ну и криптуморов у Мината, должен я сказать, порядочно здесь. Уже почти 100 штук, где у нас 4 криптумора на карте находятся. В это время забегает линги-бейлинги. 13 ксм от минус, но цеху не выпилить. А, выпилить? Ничего себе. Все-таки выпилили собаки с адреналином на 2-2. Матвей долго реагировал, блин, не чинил нифига. Ну, в итоге, его лимитов больше даже боевого, ребят. У него 3-3 грейда, он через верх заходит вообще. Правда, что здесь вверху убивать? Тут базу еле добывающуюся ж. Я хз. Ну, Мината просто, конечно, вот у него такой миг злобный, я бы сказал. Ну, ультра... Как она, с панцирем, кстати? Да, с панцирем ультра. Но пока 3-3 против двух там броней. Можно биться, на самом деле. Правда, здесь медивак всего один убил у этого Мината, Матвеевского. Снизу ультра гидра сливается, сверху ультра гидра заходит. И очень даже неплохо. Она это делает, но ультралиски все тоже упали. Бейлинги вроде как тоже падают. И гидра падает, и Матвей-то здесь нормально дерется. Смотрите-то так. Нужно только, мне кажется, отступить и подождать нормального прироста еще сюда. Да-ка, вспоминать. Собака была просто там несколько десятков. Плюс ультралов 5 штук. Короче, лимита 200, опять же, почти. Там уже вторая бронька на технику готового тирана практически. Ну, нахрена она нужна против ультралов? Это бронька. Бронька, она под Торов хороша вообще. Потому что Торы, они танчатся просто великолепно. У них 2 родных брони сейчас. Плюс, если ты там им брони сделал, много они собак. Вообще, они их грызть не могут. Они стоят там, наверное, разбирают. Но... В данной ситуации уже реператоры пошли. Уже надо грызы на воздух делать. Так, забегание лингов пойдет. Очень крупное забегание. Танки в Сидже. Ну да, наверное, Сидже с залпа они нанесли. Дэмод же больше, если бы не... Чем по-другому. Здесь все собаки сгрызли. Матвей пришел тем временем. Убил верхнюю хату Кумината, которую за это он атаковал. Так, здесь куда-то... А куда рабочие-то пошли? Че вообще делают? Ёма, какой Матвей хрень делает тупую? Есть же здесь прирост. Посмотрите. Дэп-воки стоят. Все стоит. Пояди ты, отбей ССФу-то третью. Потом сядешь и на золото планетарку сделаешь. И все будет вообще ништяк. Нет, он берет, короче. Ничего не прикрыл. Затупил. Ну и тут уже все уничтожное, соответственно. Чарльз тут сидит. Так, на третьей какое-то движение есть. Отзыв, планетарка, рабочек. Имеет смысл увезти. Сейчас бы Орден Тарсона мог бы слопотать, Матвей. Но не слопотал. О, здесь маленькая пачка. Нормальная такая маленькая пачка. Крип. Есть же Рэйвен. Выйдет и в центр почисти крип. Хотя походи, что-нибудь поделай. Неужели тиран на 185 лимита боится туда пойти? Грэйды 3-3 и 2 брони на технику. Надо, блин, говорю, еще раз делать на... Либераторов атаку желательно сейчас, Матвею. Потому что они сейчас слабыми, значит... Ну, не слабыми, но они усилятся. Это хорошо для них, конечно. Здесь у Мариков какая-то позиция не очень. Собаки накинулись, все сгрызли в мясо, короче. Согрались на планетарку и минус собаки все, короче. А тем временем Матвей пришел. Как у бога либератора разложено. Вы только посмотрите. Вот каравторы спокойно выбивают все. Вот только сейчас ультра туда под либеров пошла. Десять действительно много. Танки дамажат. Замечательно. Либераторов живет много. Тоже неплохо они заходят. Десять СЦ, кажется, все-таки погибла. А нет, вот она улетела. Танки, птичь, минать. Собак забега не делает, но тут с флешем. Как же танки бомбим, бандируют, бомбяне. Просто. Я же заговариваюсь. Хорошо, танки бомбанят там вообще. Здорово всем на Твиче. СК2Т и Гудгейме. Кто пришел в Старкрафт? Посмотреть второго немножечко. Так, ну и право-нижний. Ой, лево-нижний угол тут качается. Ну что, дождался Матвей, ребят. Прирост не подошел. В итоге либераторы, хрен пойми, что прикрывают. Хотя Караптер, смотрите, марики вообще раздалбывают. Сейчас ультра идет вперед. Ультра сливается. Мината меньше лимита, кстати, чем Матвей. У него вообще экономика. Вот она, последняя экономика. Если раз он сейчас сюда придет, то это все вынос будет. Базы последние, соответственно. А Матвей пришел и вынес просто сейчас. Даже рабочих не пытается убрать, потому что боится он за судьбу. Так, здесь скан минус скрип. Ничего себе. Минаточ Матвей отлетел по ходу дела. Может отлететь. Так, ну вернулся Матвей домой. 104 мината. Здесь 170 лимита уже. Грейдов почему-то больше не надо делать, решил у нас Матвей. Хотя тут на технике все две брони. А можно было бы, вот, смотрите, Либераторов по 4 строится делать воздушную атаку хотя бы первую. Так, цеха новенькая полетела в правый верхний угол. Минат, еще вот хата только-только заказана. Дистанс майнинг идет. Ну, я не знаю, у него 1800 газа. Я бы мог бы сейчас столько вайперов сюда бы посоветовать добавить. Хоть они бы хоть зелень сюда кинули. Может погибли бы. Медиваки бы попроще. Наверное, даже это уже не спасет давным-давно. Так. На центре крип идет. Сейчас, как Матвей, через верх решил пройти в итоге. Просто нереальное количество тиран. Здесь 150 боевого лимита, 80 мариков, 15 мародеров, 4 танка, 5 Либераторов, 4 Медилака вообще. Наши войска атакованы. Скан, смотри, идет. Что-то он тянет так сильно прям. Не знаю, что он тянет так сильно. Непонятно. Так. Ну, танки по оплеткам бомбят по всему. Груды от Минатча вперед идут. Тут ультралы погибают под натиском бил. Ульте ОГГ. Ребятки, Матвей побеждает. Неслабо вообще. Тут было все это дело. Что там, пингвинчик у Матвея или нет? Там Лулу. А, Лулу сейчас пингвина убьет. Ты сейчас сомневаюсь в этом. Блайс с Винцентом, кстати. Давайте-ка мы сюда и прыгнем сейчас. На Team Liquid подобавить надо. Стримец. Сегодня прям на букву СК стримов такая пачка, что прям вообще жестко. Блин,which мы заболеваем. Так. Продолжение следует... 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 6 лингов за каст Твинсен, Блайк вот там ныкается сейчас. В район 3-й хата он идёт, да. Надеюсь, попытался Бэйна вблажь греть. Ничего у него не получилось. Ещё группку лингов заводят. И ещё 16 строят, то есть, соответственно, у него вот скорость сейчас доделалась. Здесь бы надо Бэйнов запилить. У Винсента Бэйнов 3 штучки. Готов, смотрите. Ну, выманил Блай всех Бэйнов просто. Я единственное не понимаю, почему Блай мастит собак и не просто Бэйлингов не делает вообще. Хотя у него есть Бэйлинг Несс давным-давно. Так, и чё Бэйлингов бачка зла бежит вперёд? Ну, сейчас Бэйлингов почему-то не сделать. Собак хорошая куча сзади идёт. Блайк сейчас на Бэйлингах тут юнитов отдаёт. Заходит на ХГ. Хорошо, и хорошо, и развод просто на Винсента прошёл сейчас. Винсент здесь переводит дронов на мейн просто. Теряет всё вообще нафиг там наглухо. Всех дронов переводящихся. 32, 45 уже лимитов пользу Блай. Вот ещё дронов пачка такая сейчас кончится здесь. Блайк пытался сгрызть, проткать. Здесь ещё два Бэйлинга сныкана. Пока ещё эти два Винсент выпилит. 13 дронов он потерял. Всё шло очень хорошо для него, но кончилось плохо в итоге. Для Винсента, ребят. Один единственный Бэйн дошёл, но он всё равно рабочих здесь убил, потому что демеджные были. Если б два дошло, Винсент вообще всех почти там на мейне лишился. И Блайк, кажется, решил дожать. У него там аж 10 Бэйлингов делается. Это реально много, как бы. Он и Винсенту Бэйлингов ещё убивает, что у него вообще не будет сейчас. Нифига. Не надо Королеву, правда, всех Бэйнов взрывать. Вот это, мне кажется, здесь. Всё, ну Королеву Блай принимает. Бэйлинг прям на мейн заходит. Так, ну два второй. Криво взрывается. Всё, но Блай всех дронов на мейне скушал. И Винсент, конечно, пытается даже контр-атаку какую-то предпринять. Но я думаю, здесь ничего не получится. Блайк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Болеем за наших... Продолжение следует... Спасибо тебе... А ты в этом месяце не поддерживал, да? Больше спасибо большое... А то я думал, что да... Так... Так... Отлично... Матвей, да... Может кто-нибудь стримит, ребят... Ищите, короче... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и Хатка, соответственно Поперла Четыре собаки Забегает Там Рипер пока летает Что он там проверяет А вот он мимо пролетает Опа, собаками Нужно свернуть, уйти Субтитры создавал DimaTorzok Так, скорость заказана Все в порядке Здесь Рипера бывает Дронами принял Чуть-чуть не ушел он Еще он улетает Там все Можно удалять Как улетает иногда Некоторые комментаторы Здесь четыре линга, ребята ЦЦФу задержали чуть-чуть Убили они КСМфу Да, одну КСМфу убили Вышла новая Ну тут марики отогнали Все Так, ЭКОТРОЛ У него на мейнлинках 19 на второй Это под газы В будущем пригодится И Эволюшин Пошел по счету один всего Почему один, не знаю Тут парочку бы надо было бы Здесь уже Аж 23 дроны на второй базе Причем газы не добавляются Тут уже как бы 7 дронов сверху Больше 16 И можно было бы два газа запилить Еще в 17 осталось бы Ну можно перевести лишних Да, конечно На третью базу Лишку И сейчас добыча начнется активная Дистанс майнинг Тут пошел уже Два и второй Эволюшн Что за стиль Один заказался Эволюшн Броня пошла Второй Чего сразу два не заказать Да, конечно По лесам Чуть дороже получается Ну вот И рабок Можно маленько чуть В конце-то подконтролить Было Чтоб они лишний дистанс майнинг Не носили И вот лишний раз Не катались Но в итоге скатались Здесь распределяются На все разные минералы Всю добыча пошла Уже 12 дронов Все очень неплохо Сейчас еще несколько построить С рабочих очень хорошо будет 24 линга делает Блай Зачем ему столько собак Видимо Проатаковать что-то хочет он Очень много блай Собак мастер Как будто бы собрался Продавить контролы Сейчас вот тут От него дроп пошел И можно Смотрите Можно пачку лингов Просто сейчас вывести Вот здесь сделать бэйнов Зайти и убить просто Момент дропа Куда блай Столько собак-то иначе У него 46 дронов Он чисто собак мастер Уже Для того Чтоб дроп этот убивать С перебором Уже лингов Уже лингов Но Блай делает. В итоге настроил, блин, 50 собак. И зачем он это сделал, Блай? Я так и не понял. Против вот этого билда вдруг Мариков есть контр-беллинг баст, когда ну ты вот с собакой видишь, как Блай вот эту вилл, что летит. А у тебя где-нибудь здесь уже штучек 8 собак стоит, ты из них 8 бейнов. И вот этой пачкой 40 лин, которая была, бегаешь вокруг, чтобы тиран не заметил. И пока он где-то здесь летит, разгружается, ты его беллинг бащишь, и он просто оп, а что делать-то? Делать нечего. И там и возвращаться назад тяжело, и здесь уже не убьешь дропом, потому что пару-тройку беллингов заморфил, зерк, королевы, плюс прирост собак, все. Ну а Блай как-то странно, он настроил так дофига собак, и в итоге их просто не применил в атаке. Все дома, 59-46 по рабам, как бы даун в плюсе по экономике. У него королев, кстати, Блай с перебором, что-то 12 штук. Куда так много уже в стиле снук? Вон, смотрите, ё-моё. Все, главное, стоят здесь, чтобы... Чтобы что, я не знаю. Инъекции, вот, просто инъекции не делаются на мейн, на вторую. Чё сразу-то там королев не оставить было? Либо просто, смотрите, столько королев через шиф, просто штук 5-6 инъекций накидал в разные хаты, как бы, в мейн и вторую. И бери королев куда хочешь, пусть они ходят там спокойно, все делают, что нужно. Так, минку выманил, завблать. Королевы 12 штук. Бейлинги и линги. Бейлингов очень много. Они без покатух, правда. Королев тоже много. Матвей старается засплитить как-то идеально. Но он далек от идеального сплита. Простите, Матвей, контрол. Это не Матвей, вообще я что-то путаю уже здесь. Кэш-контрол. Победа была. Браток, 12 минут в игре уже. Матвей с пингвином, видимо, бьется. Я тоже не успел туда заскочить. Опа, Форест Таллинг Хеллрейзер убил. Кто такой Форест Таллинг вообще? Кого у него в никнейм? А, 3дб, это ты. Оказывается, убил Хеллрейзера, но бывает, что. Опа, Форест Таллинг. Опа. Опа, Форест Таллинг. Опа, Форест Таллинг. Так, ну ждем, когда кому-нибудь оппонент будет какой-нибудь. Шкин 3дб постримить, например. Белую Юникс убил. Кас против Белую. Форест Таллинг. Продолжение следует... 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 Как бы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, будет ли кто-нибудь здесь еще заходить пытаться Спрашивает, гоу Паша или нет Ну, гоу, наверное, сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, погнали, ребят Браток Блай Гоу ФОСК, бот 3, четвертьфинал Начинаем, задержка 120 секунд Стандартная для Гоу ФОСК Абсолютно я здесь ничего не меняю Как по правилам есть, так и делаю Билдас Безгазовый пул от Блайм Хата пошла, он газ заказом Нечто подобное он уже играл Против предыдущего оппонента Контрола, по-моему Ну, а браток Ну, а браток Играет стандартную Так, причем это Не газ барак в рипера в ццшечку Это барак газ в мариков в ццшечку В двух мариков После этого будет факта реактор заказанный Я так полагаю Да, факта поперло Ща марик достроит Скоро реактор пойдет 50 газа к этому моменту Натаскалась И здесь депоку можно и нужно ставить Уже братка, соточка минералов есть КСМ-ка еще пошла Депоку чуть раньше, кстати, надо по билду Поэтому ставить Иначе сейчас Ну, соплайвлок будет секунд на 8, ну не 8, но 5 где-то секунд Наверное, да, на 6 секунд соплайвлок Или нет его А, не, вру, я набрал Он как раз Соплайвлок был бы Если бы сейчас Плюс один рабочий был На самом деле, как раз бы идеально было здесь Сделано Екстремия террор переподписан 3 месяца Спасибо, Екстремия террор Рабочие строятся, ребят Факта на реакторе Бункер браток ставит Пристраховочный И сейчас гелики пойдут А, погодите, 2 минки Ничего себе А че за минки там? Спасибо, Экстрем террор Ты че-то, кстати, спал Почему 3, почему уже не 6 подряд Это все идет Или ты зелком хочешь быть? Или ты зелком хочешь быть? Так, ну раскачка идет Газ на второй блайер Газ на второй блайер Раскачка почти готов Третья готова почти Дронов подстраивает А у братка, ну очень пассивный Билд у братка Зато третью прям снизу собирается ставить Здесь 3 гелики в районе Третьей базы И банша с инвизом сейчас выйдет Сашок 6 Привет, кто тут фаворит? Блай, конечно же, фаворит Он сейчас сильнее Но браток суртов одолел Для меня это неожиданностью было Может быть, браток сейчас и На самом деле и примет блайер Посмотрим Но здесь уже во 3 Здесь не бо 1 Как бы Проблематич И уже здесь биться Так, а что у братуги, кстати Мех будет, что ли? Похоже, что да, мех пошел Ты правильно понимаешь Конечно же Попытка отменить ССР Ничего не получится Здесь у братка и гелика И банши И всего полно Ну, что-то армори Он только одно строит Меня это беспокоит С армори всего одно Мне кажется, надо пару армори было делать И еще барак садится Плюс еще факта Все местами меняется Лаба здесь на факту Танк пойдет Здесь какая пристройка Под факту Видимо, еще одна лаба будет И на реакторе Старпорт Викингов можно штамповать Сейчас будет Так, здесь даже синего пламя нет Брайчик тут эволюшенов Блай настроил эволюшенов Братов гелионами поехал Два дронов все-таки взврил Плюс покатались Ну, не знаю Два дронов, два гелика Ну, хоть так Плюс один у братка Вот сейчас две в арморе Вообще хорошо было Третья цеха раскачивается Все в порядке Спасибо тебе, Экстрим Террор За подписан Ну, мне показалось просто, что У тебя уже больше стрик должен быть Чем через... Чем через... Чем через месяц Короче, просто, ребят Прилетает банши братка А две банши Блай королевами подрезают Как так-то? Зато крипа много, конечно Здесь браток поубивал, казалось бы Но... Блай восстанавливает Тут крипту мурадин Вдалеке, вдалеке Запилил Браток приехал И говорит Нет, не надо Здесь заново Крип распространять Подумай, че, тубак Че, стоп, тубак Так, че у тебя за анимация В чате не идет У меня все идет У этого смайлика Которого ты пакал Так, с вармкасты Углая начинается Харас Вот, ты имеешь ввиду Ну, с общего Время у нас там Теперь и нету Ничего, для общих Смайликов анимации Надо общие А для личных Личных Изда Смайликов Так, опять локус В районе четвертой Даже ксм-ку не смог Блай убить почему-то Я чуть не понял Почему У братка Второй армор И первая Почему-то не работает Тут что В чем проблема Грейт делает Так, ну четвертую цеху занял Паша Четвертую цеху занял Уверенно продолжает Раскачиваться Мех задрочил Я смотрю И 2-1 Грейтики пошли У Блай Шпиль заказан В мэне 76 дронов Медленно как-то Блай развивается Надо и четвертую И пятую Раскорять уже Даже не 76 А 86 Двеносно Рабочих на этой стадии Иметь против меха Нормально Абсолютно Опять Хас Бокусов своих Накидали Время гидратов Пытаются Напрягать Надо вайперов Забрать Но Забрать Не так просто Идут вперед Колбаты Как же они Сливаются Танчиков Всего лишь Две штучки И они Достаточно Дем А, он вообще Один не здесь Один А, вот этот Еще дем Дем Выдавал Здесь приходит Блай Здесь огрел Понял Что здесь Ловить нечего Так Восстанавливают Туретки Постежки Короче Стационарную С оборону Будет выстраивать И в самый лейт Уже выходить Стопудово Паша Так Сейчас Ребят Я сверху Влючит Это Реально Погода Пасмана Сколосей Неоголимая Стало Все Уберем Желтые Короче Скоро Листья И Девушки На дереве Зима На нас Не успел Вычинить Туретку Поехал И пока ехал КСМ Взорвалась Сука Хастов Ублая 5 Что-то мало Обычно Больше Подстраивают Но Ублая Старается И хастами И разводки Делать Здесь Он старается Атака На технику Доделываются Ублая Когда там Вообще Да Ублая Вторая Тоже 15 секунд Все Разница Была Получается Ультралис Кевен Шпиль Дополнительный В первом Шпиле Грейда Лепис Он уже Грейда Спайр Кстати говоря Пять Роучей Забегания Было Разнесло Всех Нахрен Пять Роучей Пару Викингов Влаивать Спил За это Вайбера Браток Я ему Забрал Здесь Очень Интересная Такая Тема Это Девять Брудов Есть Уже Пять Карапторов Ублая Братка Девять Викингов Ребят И викинги То строят Стайные Вот уже Ревены Поперли Здесь С масгрейдами На Них Самих Какими Именно То есть Реактор Вран Перекалиброванная Взрывчатка Чтоб Секера Сильнее Били Здесь Все еще Свармхосты Вокустов Плодят Напрягают Блэпу Блая Больше Мегасуши Здесь Браток Может Отбиться По-моему На изи От грудов Этих На танки Только Сиджить И отойти Назад За планетарку Ядра Идет Вперед Под Брудлингами Не дает Блай Нормально В расход Вступить Браток Отступил И Блин Вот сейчас Танки Сплэшем Как я говорил Уже будут Выпилить Где Все эти Одиннадцать Викингов Здесь Небольшая Группа Летает Вот они Все Одиннадцать Надо Идти Вперед Надо Все Чинить Все Караптеров Выбивают Браток Здесь Планетарку Грудлинги Вытанковывают Танчиков Нужно бы Сиджить Уже Я уже Говорил Начинает Браток Фокусить Брудов Зачем Фокусить Караптер Один Все Можно И не Фокусить Так Нормально Браток Как говорил В танки Коры Вперед Гелик Ждет Синим Пламем Брудов Гонит Что Ты Делаешь Не Гонит Брудов Гидралов Выводил Просто Из-за Фокусить Братюня Неплохо Надо Уйти От Гидры Ну Затупил Там Далеко Где-то Летал В итоге Брудов И упустил Браток 157 187 Но Самое Главное Что Он По Потерям Посмотрите Чуточку Вообще Браток Здесь В минусе То есть Он Потерял Больше Но Немного Реально С Цеха С мейна На 5 Перелетает Тут Танков Группа С Лопустами Все время Бьется А Лопусты Эти Туретки Рабочего Коня Доподрежут Постоянно Сейчас Пару Туреток Рабочий Длук Набивает Браток Весь Скрип Но В граунде Надо Выбить Его Конечно Иначе Здесь Блай Все Заплодит Нафиг Здесь Спадет Крип Конечно Он Крип Тумор И все Рядом У Блай Много Крипа Здесь Гидра Плюс Кораптер Шпиля 2 Но Почему Блай Делает В одном Грейде Эволюшн Вообще Один Работает Только Атака Ренджовая Делается Непонятно Почему Броню Небы Не сделать Или Третий Куботь Например Ну Что Блай Опять На Брудах Тут Агрессив Начинает У Братка 2 2 Земля Воздух 2 1 Третья Броня Делается Вторая Атака На Воздух То есть Браток Приходит В Афгрейды Три Гидралиска Зашли Там На Дальнюю Базу Ёма Туретку Выносят Блин Напряжная Эта Гидра Конечно Что Не Скаж Одного Минус Ну Вот Здесь Две Авто Турели Развожу Гидралисков Конечно На 2 ХП Начал Крошить Вот Улетели Куски Гидрала В Это Время И на Центре Блай Брудами Пытается Пшатать Гидрокараптер Здесь Рядом Есть Братка 186 Блай 200 Сикерончик Пошел Зарядит Не Не Зарядил Сикер Не достал Почему-то Так У нас здесь Минус Королев Браток Опять В центре Вышел Опять Надо С Криптуморами Здесь Бороться Опять Блай Здесь Все Засрал Криптуморами Криптуморами Своими Нужно Базу Занимать Это Как раз Так И будет Новая База На Этой Позиции Убратка База Так Здесь Хасты Все Четы Пять С самого Начала Игры Они ходят У них Есть Убийство Эти Точно Окупились Товарищи Фигабруда Родницей Типерами Эти Точно Окупились Мантасты, браток просто нереальный, пачки держат викингов, зелень получил, сплит, и браток в данном эпизоде это совсем не синониме оказались несовместимые какие-то вещи, в итоге просто от одной зелени, посмотрите, сколько демоджа викингов получили, то есть их вычинивать надо, это жёстко. Так, два кольца, мы ещё минус это всё на планетарке надали, братка 200, была я 190, ребят, ну была я 6400 на 3900 запас, просто нереальный, везде вон тут скорбь. И пилит, как против профсовской армады, когда играют, а против тирановской их тоже замечательно заходят. А чё, Мехос кинул там зелень, кинул вайперами, сныкался за спорки, вы притягиваешь туда юнитов, как бы. Тирану надо ломиться вперёд. Вот Грэй Дэблай начал наконец-то доделывать. Третья атака рейнджовая готова, броня первая только на землю пошла. Три-два в шпилях. По брудам прилетает, по всем прилетает, но Грэй всё отхилил, оттранслюзил просто, и всё нормально. Опять тут всякие раки-то заходят. Браток Гелик институт, заезжает Блайов. На газу по-рубку, с дроном 6 штук, сгорело. Газ сгорел, кстати, второй может сгореть. В это время бруды напрягают Блайовские братка. Затку бы собраться, как-нибудь обойти бы вот эти все спорки. Блайов не везде там юнит. Ой, Сикер хорошо по всем грудам попал вообще дэмэджем, по-моему, идеально просто. Есть. Так, браток там газы выпил. Братку осталось третий, да, вот 3-д сделать. Третий атак на технику, третий лазу. Не даёт Блайов планетарку запилить, а ведь планетарка могла бы здесь помочь сильно. Её просто чинишь и всё норм сразу. Зачем-то 3 аштвых чипера в одного грудьорда. Хотя можно было бы в разум купилить. Хорошая транслиза отблания. Даёт грудьорг вообще своих напрягнул убивать. Ну всё, пошёл замес лютый. Блай идёт вперёд. Браток сплитится. Сплит так себе, что-то всё в кучу летать. Да вот же отведи ты, в которых зелень висит куда-нибудь в бок и всё, прими бой нормально. Продолжается движение. Зелёнка у вайперов остаётся сейчас в этот стэк. Такой может зайти просто жесть. 14 караторов у Блайи. Чё-то всё плохо здесь у воротка, ребята. И у него нету брони зданческой. Они есть, смотрю, есть и броня, и рейнштуретка. Много заказано, конечно, сейчас этих рейвенов ещё. Но надо вычинивать торов, надо вычинивать то, что здесь есть. Орбиталок сколько у Пашки? 4. Вот где корень зла. 4 орбиталки. Не может просто нормально минералов даже, браток, надо бывать. Ё-моё. Тут должно штук 8 минимум планетарок быть. Так, геликами тут браток отполыпался вроде. Так, пакурельку надо какую-нибудь поставить. Здесь почему-то Блайя, вот когда браток увёл всех рейвенов, надо брудами сразу вперёд идти давить. А Блайя чё-то не спешит и не идёт вообще никуда. Никуда давить странное. Это всё, если честно. И гидрогеликов слило. Ещё 3 танка каких-то в тылу ездят. Чё они вообще-то забыли эти танки? Возвращается браток домой. Опять тут брудами какая-то месивая идёт. О, сплэшем. Бруда кидал Сикера, сплэшем снизу забрало инфестера Блайя, которого кидал. Ну, продолжает он здесь двигаться. 3 танчика пошли. Вот можно засиджить их, его здесь просто взять и хату, например, разломать. А можно даже и без Сиджи попробовать делать это. Нао, к вам Хаска убил всё-таки браток. Но я не понял его действия, смысл тут. Почему, почему он 3 танка вообще сюда поёл. В это время браток идёт вперёд, выносит весь воздух. Лает здесь просто на дальней базе. Получает зелёнки, получает от инфестров с микозы. Идёт вперёд танчиками. Сзади 4 Тора. Не всё вперёд взял вообще. Желательно бы взять всё вперёд. Тора нормально бомбят. По характерам. По всему падать. Так, велень пошла. Гидра. Расстреливают на халяву. Тора, что-то двигать. Здесь бруды прилетели. Гидра с королёвами. 4 Тора просто на халяву. Неужели не просканить, не посмотреть, что сзади было? 4 Тора на халяву. Ещё 8 брудов, 7 караптеров углая. Грэды 3-2 воздушные надо делать. Он на третью. А как воздушную броню наземную надо делать? И всё, грэды макс будут. Братка, конечно, есть воздух здесь, но... Я вижу по лимиту и по боевому. В особенности, что очень тяжело в обратку здесь вытащить. Что-то будет. Третья атака воздушная и... броня. Вторая пошла. Улетела инфестор Кусман. Улетела инфестор Кусман. Так, ну чё-то Блайф Гидрой пошёл, А, он новую СЦеху братка хочет забрать. Чё-то не новая, это с мейна СЦеха. И заберёт. Ну, должен я отметить, что Блайф все рез и проел свои. Между прочим, запасно. Так, здесь у нас хосты оказать. Так, Гидра плюс хосты. Гидру браток тут там сатурили. Мстец забрать. Сейчас и хостов примет, Наконец-то гелики приехали. Гидра падает. Ну, конечно, против геликов гидра там преимущество. Тем более, что геликов столько много, ничего не сделать. Хостов выжиг, браток. Грудов выжиг. Точнее, этих гидру выжиг. Ну, Блайя идёт 6 часов за это. Убивает базу новенькую, новенькую. Ну, а браток решил, что надо контратаковать, а не драться. Углок там с грудами. Надо идти вперёд тогда. Чё браток медлит? Он не то, чтобы медлит, но он супер быстро атаку развивает. Надо хату убить быстрее, пока Блайя не прилетел. Браток сканет уже видеть, что Блайя прилетела и уходит просто. Ну, база-то не добывается, поэтому браток и не особо заморачивается. Тем более, что он дальнюю холбата сейчас сожгут уже. Сейчас грудлинги отсюда. Ты же выпрыгнул холбаты грудлинги. Вообще не уважают, поэтому всё нормально. Личинок они не уважают, несмотря на их броню высокую. Секера по брудам пошли, но Блайя транслюзит там всех брудов сейчас. Браток идёт вперёд, хочет Блайя заставить драться с ним, что ли, за вот эту базу, я не понимаю. Секера всё новое-новое идут. Как-то браток боязливо сикеры бросает, ему побольше выкидать. В итоге он брудов попадает, демеджит, но тут транслюзы приходят, Блайя как бы всё транслюзит, и всё нормально. Отступил сейчас назад, браток, здесь база добывается, здесь база не стала. Здорово всем, пришёл, здорово, один дроид. Короче, здесь у нас браток, конечно, по лимиту просел, и на 50 боевого разницы, но, как вы знаете, ревены, они чудеса творить, умеют, но надо кидать по юнитам, которых сюда будут они лучше убивать. А кого они там с удара будут убивать? А они никого не будут с удара сикером убивать, сколько у него демеджа. 130 единиц, это с грейдом, да, на неё атак сотку, по-моему. Ну, желательно по несколько, там, одного юнита кидать, чтобы по две, чтобы они отдались. Ну, и можно братку забить, болот вот на вот это позиция, извиняюсь. Вот, что-то зевнул. Не то же забить, но пока её не брать, благо просто не давать. И вот попытаться вот здесь базу взять, видимо, но браток так, видимо, и хочет сделать. Благо, всё, сейчас все тройки игры будут уже. Всем здорово, ребята! Помните, правда, что воскресенье, значит, двух войска мы сможем. До этого вы посмотрели первого Старграфта немножечко. АСЛ сезона 4-го. Там всех расхлепал и Майн со второго места вышел в группе. Ну и помните, правда, что можете поддержать меня и мой канал. За это вам всем громадное спасибо за поддержку, что реквизиты в описании. Они все вот... Есть в описании эти реквизиты плееров разных, либо через левер-плеер, что я не так говорил, либо еще как-нибудь, там, я не знаю, плейми у меня отблоками. Вот. Так, ну, Глайдут СЦФу братку гоняет, который он хотел занять. Браток идет в другом направлении США. Глайя убивать багу новенькую. Глайя в это время... О-о-о! Ультрал плюс гидра нападения. Вот это так не по плану вообще. Если б не вот этот эпизод, у братка реально все бы хорошо было. Смотрите, сколько здесь юнитов стоит. И здесь просто на халяву база вынесена с 20 рабочими. Нет, это ужасная сейчас для братка потеря, конечно. Ему бы надо бы на самом деле как-то это... Выйти и занимать все заново. Здесь еще одну СЦФу терять. Да емае. Сколько можно? Соплай блок уже пошел. А сколько орбиталок? Одна, две, одна. Две орбиталки осталось у братка. Дожег. Все-таки хату Блая, но! Но! Блая, посмотрите, у него базы восстанавливаются. То есть он добычу новую начинает везде. У него трансьюзы, бруды и вайперы. То есть он лучше дерется. Так, браток идет в ряд. Гелики, танки, ревены и немножечко викингов. Восстанавливается. Заходит на 12, браток. Ну все, сейчас любой неудачно даст, то все печально. Разверните викингов, то уже ема вайперы наглеет вообще. Так, еще секера пошли. Сейчас хорошо так по брудам прилетает. Несколько брудов даже упали. Хараптеры падают. Браток хорошо дерется. Во время атаки ццеху перевел. Там начинает посасывать минералы немножечко с дальней ццехи. И собирается еще вперед продвинуться. Уплая газа-то на самом деле маловато будет, я бы сказал. Газа вообще нет практически. Но зато инфестеров что-то пачка наша. Но вот если получится брудов бревать, все, продолжайте, продолжайте. 126 на 198. Ой, по инфестерам хорошо сикера зашли. Вот кого с первого удара сбривается сикер мислом инфестера. Ну, тут забегание собак. 11 ксмок минус. Браток никак не реагирует. Один рабочий у него остался. На вперед идти, похоже, в братку и пытаться сбивать боевой-то лимит. Хорошенький. Войска Роя, а какованы? Так, ну что-то браток затянул. А, ну он, смотрите, братка политика какая здесь просто. Вон вот эти две базы контролят. Здесь не высосано сверху. То есть сейчас рабочих отстроят. Просто погоняет там, побьет. Здесь браток против собак дрался. Хотел хорошей позиции занимать, чтобы они сюда вот в этих узких пространствах на геликов агрались. И они жглипно-халявого. Ну, стоит, да, здесь танки, гелики. Викинги, рейвены, вот, чендеринги, блайк вперед. Пошли, блайк тоже 12 пытается занять сейчас. Так, спожег. Пожег собачек немножечко. 20 ХКСМ их, браток, восстановил. И полетел от СЦ ХНР 104-152 по лимиту. Я не знаю, сможет браток вытерпеть здесь. Хороший здесь заезд, смотрите. Опять где нету плеток. Кстати, заезжает вратюня. И блайк вообще чуть не реагирует. А это фиаско, блин, братан. Здесь просто 9 дронов минус Паша делает. И это не предел, 12. А ведь собак не так уж много, чтобы отбить. Ну, в это время... Ой, в это время блайк идет вперед, ребят. Я проморгал этот момент даже. Бруды, вайперы, караптеры. Викингов, что-то очень мало остается. Все краснющее, видимо, зелень зашла очень жестко. Автотурели, пошли секера. Да не надо вай... Ай, полопались все рэвены, ребятки. Зелень была зашла, браток растерялся. Зато гелико здесь 2х тоже будет. Здесь надо было сконтролить идеально. То есть надо было что? Надо было туретки, братку, ставить здесь. Ну, они с рейнджом вайперов бы отгоняли бы они. Сами бы. И вообще там надо было контролить в этой позиции. Ну, что же. Вторую карту ждем, браток, вай. Ну, зато вот такие долги, если катки будут, там уже точно отыграют оппоненты, братка, вай. Гуру сбрил неразима, кинг пингвина. А каст ламба еще бьются, я насколько вижу. Так, извиняюсь, братка, случайно в группу за инвайтер, такое бывает. Отлично. Теперь. Отлично. Продолжение следует... 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 И гелики попарно Похоже на хелбат пуш Это очень-очень сильно Но нужно сейчас заказывать Еще, значит, геликов И нужно заказывать Еще два гелика И армори нужно делать Где два гелика еще? И что касс делает? Для хелбат пуша гелики должны строиться Вообще идеально подряд В общем, соплай блока нет Ничего нет, вот эти гелики уже вышли бы сейчас Если бы они правильно были заказаны И строились бы еще два, суммарно Восемь бы было в итоге готовности армора В итоге, как-то так Колизея По завершению колизея Пушкарейцы, китайцы просили Не выкладывать, я просто Сделаю единый пак Чтобы непонятно было Что это колизея Я думаю, все ок будет Так, забегание собаками Идет, кстати Была очень грамотно Очень грамотно Контр забегания делает, ребят Минус вторая база полностью Отказ на хелбат пуша Идет, в котором все четыре хелбат пуша Что это за смешной хелбат пуша такой Я говорю, тут шесть должно было быть уже в этот момент Короче, минус экономика на второй цехе, ребят Минус депохи, возможно, будут Здесь касс О, и Блай пытался, смотрите Касс у хелбатов минус нуль Думал их окружить, но они на рампу так четко встали Получил такой залп хороший Хорошие линги получили Касс пытается законтролить Ну, хелбатов Блай двух скрыз Но в итоге Гелики вышли, отбиваются Здесь медивак будет сбит или нет Сначала Блай начал было фокусить Потом что-то перестал фокусить Не понял я почему 64-46, либератор на мэне Несмотря на проваленный хелбат пуша Контр забегания Блая великолепно По-моему, у Блая какая-то очень слабая экономика была Смотрите, он 34-28, он порабочит особо не в плюсе Даже ГГ Касс пишет Все-таки Блай здесь приел и там забежал Ну, то есть отсутствие технологии Касса Двигало к продолжению Агрессивных действий Вот увидите, что произошло в итоге Вторая карта нам нужна Что-то как-то Изи с братком тяжелее Блая Было, по-моему Сегодня Там еще Кенгуру как бы бьются Поэтому спешить и не надо игрокам А то Раньше времени придется нам Закончить и ждать Что-то непонятно чего Так, Гудгейм 502, ребят Что-то поэтому аккуратней Смотрите, как я вам сейчас Возможно, я много суренов Я не могу иметь И вот здесь Что-то И вот здесь И вот здесь И вот здесь Я вам сейчас Продолжение следует... 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 Так, ещё-то плохо попёрло. Ублай забегает, роучим, кстати, роучим, как Мариков примерно. Кас даже про Симиса не успел. Танк вообще не в СИЖе. Стенки в рампе нет, Блай просто побежал наверх. Ну что за чушь вообще? Ещё роучи дотекают. По-моему, это минус касс, ребят. Просто вперёд Блай прибежал и просто убил роучи. Ну что ты будешь делать? Если убил, то же ГГ и пишет касс. Ну как-то очень просто всё у Блая получается. У Игоря без бода шли, а? Потому что не поставили. Так, что же у нас там второй полуфинал Кенгуру? Блайфинале, а Кенгуру непонятно. Кенгуру, Кенгуру. Почти как Кенгуру. Так, ну что поднялся ГГ, да, всё нормально, всё поднялось. Всё, посмотрим, что там в арте стримит. Возможно, Кенгуру как раз и стримит. Да, там 1-1, можно немножечко посмотреть даже. Я так полагаю, скоро финал будет. Сикфаулит активирует премиум 8 месяцев. Спасибо, братюнь. Тебя, это чё, как-то 8... А, наверное, просто по одному вперёд. Спасибо всем, ребят, за поддержку, за все дела. Ну, тут чё-то Гуру Кенгуру зашатало у нас в ЗВЗ. Ну, ё-моё, традиции... Традиции Старкрафта продолжаются. Гоу-фуэска, точнее, ЗВЗ, блин, у нас будет, походу. Если Гуру победить здесь. Ну, я ещё досмотрю, да ребиты. Понимаю, что Кенгуру здесь нереально практически победить. Ну, вот что, придётся ЗВЗ играть, Блэ, с Гуром. Ну, да, дерзкая атака была. А что, дерзность это нам? Такая дерзкая атака, это зачёт. Ну, всякое бывает. Игры разные бывают, ребят. Похоже, там не похоже на АК. Спасибо всем за премиум, ещё раз за поддержки. Тут уж ничего не поделаешь. Бой какой заезд от Кена. Геррики просто нажигают, а здесь просто... Здесь только локусов, что они умудряются ползти прям под танки и в лоб их убивать просто. Фактически. 50 на 50 нам было Кенгуру. Ну, это ГГ, ребят, скорее всего. Надо на финал уже идти. Там уже Гуру победил, как его часа не черкать начнут. Сейчас посмотрим. Ну, тут локус-то. Смотрите, сколько их просто прыгает сюда. Танчиков у Кена вообще не остаётся практически уже. Там пару танков есть. Ещё одного заплевал в итоге. НГГ, да, там в хламешку что-то Гуру вынес. Ну, что же. ЗВЗ, ну, в финале Блай, ребят, с СНГ игроком. Финал. Это замечательно. Осталось только тащить. Чтоб Блай нас порадовал. Несмотря на то, что это за ВЗ. Ну, что, ждём хост. Ждём, как обчеркают. Ждём, как обчеркают. Продолжение следует... 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 Вторая карта начинается, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и как бы там есть дела еще Вот Бейлингбаст Бейлингбаст начинается от лая Новенький бейлингбастик пошел Взрывается три линга, можно взорвать, можно Дроны встали сюда с королевом Лай взрывает всех дронов Бейлинги живут пока В личинам грызается Достаточно ли собаку королеву убить Как-то они разрозненно подходят Собаки пока живут Бейлинг на ХГ проходит Тут королеву пытаются помочь Прогрызать Блай Ну выходит в этот раз Гуру откуда-то королев новых успел настроить И здесь у Блая ни хрена не получилось По-моему в этом пуша Да, конечно, скорость готова То есть Гуру просто строят подряд королев И все, и не парятся вообще Ну здесь, видите, здесь еще две королевы И еще две строятся И ну да, здесь ничего не сделают Здесь прирост Гуру пытается ловить Блая Блая хочет хотя бы попытаться На мейн прорваться Чтобы дронов взорвать Ну это-то неправильно Лучше сделать Королевы все на трансфюзах 1-1, ребята Ну, ГГ, давай Третья карта нужна Значительно лучше Гуру В этот раз готов бы Он как будто бы ждал даже пуша этого И отбился легко Лай хотел сделать быстрое 2-0 Но не получилось Да, как будто бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Так, поздний газ в итоге у Блая Пул первый с поздним газом и с Хатой поздний А у Гуру, посмотрите, у Гуру пул с мейна, но с 16 дронами с газа рабочие снимаются и получается у нас что Гуру собирается подгрызть, подпушить Ну, сейчас собаку видит, Хату не будет спешить, видимо, ставить Гуру Тайминг, конечно, скорости лингам у Блая хуже намного будет Как бы ему от контратаки какой-нибудь не затерпеть, но... Так, видит Блая прекрасно лингов, он не знает, что там происходит Ну и Гуру, в свою очередь, не знает, что там происходит Он думает, что Блая валенбастит, поэтому он плетки начинает ставить Это для Блая шанс выйти вперед Блай решил, что... Так, а что Блай решил? Блай решил, что маловато, короче говоря Газа для скорости, тайминг фиговый будет И надо Беллинг Нест первым впилить То есть против скоростных лингов просто Блая Беллингов будет делать Но при этом раскладе, я думаю, абсолютно не нужно Блаю сейчас разменивать вот этих лингов вообще на лингов Гуру Почему Блай не понимает, что он может построить больше и резко ворваться к нему? Ведь у него скорости нет и не будет вообще в ближайшей перспективе Вот, пожалуйста, скорость здесь готова Или Блай решил, что здесь прям Бейнов? Какая ошибка Все, никаких Бейнов не будет, линги все падают Ой, тут такая пачка лингов жесткая И чем Блай ее встретить? Одной королевой и двумя собаками не вариант вообще 20 лингов бежит у Гуру вперед Вот они все здесь и бегут как раз Все плохо у Блая Хотя Бейлинги может, с Бейнами, конечно, отобьется Но если Гуру более-менее хоть внимателен будет Он сейчас Бейлингу законтрит просто сплитом элементарно Да, он Блай в одного линга Бейлинга сливает Короче, минус королева, минус Бейлинги 2-1 с пользу Гуру похоже здесь в этой игре Хотя нет, еще рановато об этом говорить королева Но Блай получает урон, который, ну, то есть, пока-то, может, Гуру точку не поставит Но Блай отбрасывает назад, ну, очень сильно, посыдно, лимиты тупо Лимиты 22-32 в пользу Гуру Уже рабочих больше, там, на 4 Сейчас еще на... вообще на 7 станет больше Продолжает Гуру еще грызть Сейчас еще королеву Блай сгрызет на Мэне В итоге у Блай инъекций не осталось здесь Вот одну кинул, как бы, нужно новую королеву строить А ресов-то нету даже на нее Вот скорость Блай ему заказал, конечно, Саваша Ну, как-то так, все вообще Интересный какой-то перевод дронов от Блая на вторую Зачем-то так много он прям перевел Больше, чем на Мэне, на Минералах осталось И подстраивает лингов, то есть, это улыновый какой-то врыв будет со стороны Блая Попытка улынового врыва У Гуру заказана броня, у Гуру заказан Роуч Ворон Странно, что при Роуч Вороне Гуру броню делает Но и Гуру не спешит на третью базу А как раз, мне кажется, чтобы принять Нужно было бы делать Ну, точнее, по третью базу какой-то выход делать, чтобы Гуру убить Беллинг на рампе встречает Собак, все новое и новое выходит Понял ли Гуру, что происходит или нет, я фиг знает Здесь Овера начал убивать Убивать Королева Началовое Собак, Гуру тут встречает Принимает парочку Ну и вперед выход пошел Не получилось абсолютно скрытно это сделать Но зато можно зайти А, Гуру тут стенки полные Начинает впиливать Блай сверху обходит Ну, четвертую, конечно, Блай выпилит Плюс еще Бэйны здесь заказываются Ну, а здесь куда? Да не, куда ему На плетку и три королевы Да нет 17, 38 20 рабов плюсить Ну, я думаю, здесь все предельно ясно в этой игре Зарвать тут даже Бэйнов не хватит совсем Ну, стенку-то хватит зарвать Так, королеву и плетку с транслюзами и роучей убить не получится, Блай точно Две королевы он сбрил Плётку сбрил, кстати, грядень Ну, остались роучи и королева, и ГГ Блайпича 2-1, Гуру КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Ну что, четвертая карта нам нужна, ребята. Продолжение следует... Так, захожу к влайчику. Сейчас все тоже будут заходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребят, четвертая карта. Гуру 2.1 ведет незваный гость у нас. Карта... Опять Блайпул 1 играет, как в предыдущей карте. Очень похоже. Здесь, кстати, тоже немало бежать на самом деле. Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге поздний гас у блайчика. И 8 лингов у гуру с 17-го хата. Гаспул стандарт. А тут собаки опять Блайпул 1 играет. Почему бы он не хочет стандарт-крупа с ним сыграть? Мне кажется, что он совсем не слабее гуру играет сейчас. Но что-то все мудрит-ка его. Первый бейлинг-баст удался. А вот... Блайп хотел вообще гуру взорвать, по-моему, как бы. Вторым бейлинг-бастом. Но не получилось. Надо пытаться хату отменить, конечно, Блайпул. Собак прибегает к гуру, что-то улыбается. Говорит о том, что у него уже подбамбливать начало и не слабо на самом деле. Блай с дронами бой принял. Но дронов гуру как-то грамотно законтроливает, ребята. И в итоге Блай ни хрена здесь не убивает. Уж не... Очень плохо, наверное. Начало очень плохое для Блая. А с другой стороны у Блая скорость заказана собакам. 12 дронов на 16. Но... Плюс тут покатались дроны. Ну, как-то я не знаю. 10 плюс еще лень в Блайпул делает. То есть он собирается... Это будет выв потом на скорости, судя по всему, гуру. Так, Блай еще лингов сверху забирает. Надо гуру на хвост здесь садиться. На стенку у гуру нет ресурсов на самом деле. Он 14 лингов делает. Блай сейчас парочку гуру сгрызет. Ну, не надо было, наверное, всех вот так откровенно с ХГ показывать. Мне показалось. Ну и что? 2 в 2 линга была здесь. Ну, хотя он сгрызет здесь 2 в 2 линга. Один останется. Собак еще пачка хорошая идет. Гуру Беллинг Несс делает. Ну, вот... Не уверен я, что гуру сможет отковыряться до готовности Беллинг Несс от Блая врыва. Блая больше лимита. 28 лингов на 18. Надо принимать бой. Можно на часть у собак было бы хату подгрызть, например, Блая. Но Блая предпочитает лоб Гуру сгрызать. И что-то как-то не очень успешно Блая это делает. Знаете, благодаря королевам Гуру все сгрыз. ГГ, ребят, 3-1 Гуру. Здесь уже все ясно. Как ужасно Блая дерется вообще. Ну, нафиг, в такой позиции. Видно, что у тебя собак больше. Возьми 6 штук. В хату кликни вот с этой стороны. Пусть они жрут ее. Пусть этот дурик вылезает сам вперед. В итоге ГГ пишет. 2, ребят. 3-1 Гуру. Победа Гуру. Шел-шел Блая до финала всех. Выбил касса. И не братка. Но Гуру Блая остановил, к сожалению, вообще. Блая, кажется, репку сразу пошел смотреть. Так. Ну, что, пацаны. Буду стоп-стар делать. Сейчас вернусь к вам. Без задержки. По-видимому. Буду, значит, ты мне денег дашь, но потом. Ну, хорошо. Сейчас вернусь, пацаны. 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты. 6 минуты. 6 минуты. Продолжение следует...